Встреча семинара прошла на уровне создания конструктивного диалога власти и бизнеса. Для того, чтобы разъяснение о механизме государственно-частного партнерства было более понятным и подробным, на семинар были приглашены заместитель председателя СПК «Урал» Талгат Болтабеков и эксперт региональной палаты предпринимателей Жанар Досалеева. В рамках данного закона реализовать очень много проектов. Но пока применительно к Бульвинскому району у нас есть пару проектов, которые мы проговариваем, которые пытаемся внести. Но в частности, я глубину вопроса всего Бульвинского района не знаю. Из-за этого сейчас вам буду примеры показывать именно по Уральскому. Основные меры государственной поддержки. Согласно пунктам закона ОГЧП в настоящее время, он позволяет заключать контракты сроком до 30 лет. Есть компенсация от операционных затрат. Это все операционные затраты, которые происходят на данном объекте, оплачиваемые государством. Вознаграждение за управление. В настоящее время мы рассматриваем очень много проектов в рамках Западно-Казахстанской области. Это такие, как уличное освещение города Уральск. Предварительно тоже разговаривали по уличному освещению города Ахсай. Есть такие проекты, как питание в школах, потом сервисное содержание школ из крупных проектов. Сейчас идет один из таких проектов, как косы, очистные сооружения. Основой принципа ОГЧП в первую очередь является оптимальное расходование бюджетных средств. Это для государства. Во-вторых, это долгосрочность контракта для бизнеса. Контракт на 3-5 лет, когда, соответственно, предприниматель может планировать свою работу. С целью проведения более такой конструктивной разъяснительной работы пригласили руководство СПК «Урал», заместитель председателя Балтыбеков Талат Хайсарбекова, приехал эксперт региональной палаты предпринимателей Доса Оливежина Аркадыр Галимина, руководство районопринимательства, руководители отделов соответствующих предпринимателей района. Мы пригласили, чтобы выслушали, потому что очень есть много вопросов, нюансов. Все это вот сейчас вы и сами видели. Уже с самого начала живой интерес, вопросы сразу как бы следуют, ответы. И в то же время пробудить интерес и привлечь наших предпринимателей к реализации проектов государственного частного партнерства на примере уже тех проектов, которые реализуются в нашей области. На семинаре говорилось о том, какие работы проводятся в области, какие проекты реализуются. В 2015-2016 годах областным управлением образования Западно-Казахстанской области инициированы четыре объекта по ГЧП, ориентировочно на сумму 9 миллионов тенге в сфере образования по Западно-Казахстанской области. На данный момент по данным проектам получено экономическое заключение от управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, после чего проекты направлены в СПК «Урал» для разработки концессионного предложения. В Бурлинском районе есть предприниматели, которые работают над разработкой концепции финансовой экономической модели по проекту модернизации уличного освещения города Аксай. В Западно-Казахстанской области сформирован список 130 перспективных проектов, которые планируется реализовать в течение трех лет по методу ГЧП.